МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. В Казахстане увеличивается число зараженных коронавирусом. В Алматы и Нур-Султане вводится режим карантина. Билеты в кассу. В Казахстане сократили маршруты пассажирских поездов. Людям приходится сдавать ранее приобретенные проездные документы. Трещит по швам. В уральске жители двухэтажного дома боятся остаться под руинами здания. Когда снесут аварийный дом? Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 32 человек. Эта информация появилась после пяти вечера в столице. Почти в это же время объявили, что с 19 марта в Алматы и Нур-Султане вводится режим карантина. Во всех медорганизациях страны введен карантин. Это означает, что запрещено посещение этих объектов всеми, кроме тех медицинских работников, которые там работают. Все торгово-развлекательные центры сети Мега тоже закрыли. Останчанам вовсе предлагают не ходить на работу, либо сократить рабочий день. Число зараженных ковид в Казахстане достигло 32 человек, причем 17 из них в столице. В Алматы зарегистрировано 15 случаев заражения. До сих пор в Алматы заразившихся было больше, чем в столице. Сейчас ситуация поменялась. Если раньше в столице было двое зараженных, то теперь к ним присоединились еще 15. Все они казахстанцы. Ранее они были в карантине. Более того, в скором времени круг госпитализированных в столице может расшириться, поскольку уже идут поиски лиц, которые контактировали с этими пациентами. В данный момент проявляется их карантинизация и изоляция. В целом, хочу сказать, что ситуация находится под контролем правительства. Работает государственная комиссия и все необходимые решения по предотвращению распространения вируса и оказанию медицинской помощи населению в полном объеме оказываются. У нас есть все необходимые диагностические и медицинские средства. Режим карантина вводится в Алматы и в Нур-Султане с 19 марта. Как известно, общественные мероприятия запрещены. Школы и университеты не работают, а каждый, кто решил отправиться в поездку, обязан предоставить документ, объясняющий такую необходимость. Диктатура уже установилась и в роли тирана выступает ковид, который отменил рукопожатия и поцелуи, ужины с друзьями. По мнению экспертов, заболевание можно взять под контроль, если очень быстро выявить зараженных, изолировать их, выявить их контакты и тоже изолировать. Все дело в скорости. Как же на это реагируют жители столицы? Нужно больше информировать граждан. Мало информации, да? Мало информации, малоправдивой информации. Защищаюсь, меньше контактирую с людьми, больше стараюсь находиться дома. Маска есть у вас, да? Маски есть, да, мази противовирусные. Все используем. Сейчас мою руки и антисептик тоже с собой. Маски тоже не хватает, но можно найти. По-моему, маску не нашли, да? Ну да, сегодня да. Раньше 50 тенге было на маске, а сейчас 220 тенге. Я думаю, это дорого. Один из банков принял решение перечислить 100 миллионов тенге собственных денег для оказания финансовой поддержки местным медицинским работникам. Еще 100 миллионов для медиков выделила одна из строительных компаний. В мире же на сегодняшний день количество зараженных перевалило за 180 тысяч. Общее количество погибших от болезней – 7 тысяч человек. Баужан Шахмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Бизнесменам никто не позволит наживаться на людях и завышать цены на продукты. Первый непосредственный удар уже приняла на себя сфера услуг и потребления. Этот сектор экономики всегда находился на передней линии удара в случае эпидемии или других стихийных бедствий. Но если в рестораны люди теперь не ходят, то в супермаркеты ходить не перестали. Некоторые даже перестарались, полагает министр финансов. Хочу отметить, что продукты и лекарства в стране имеются в нужных количествах. Не следует совершать покупки впрок и создавать ажиотаж. Другим значимым следствием станет ускорение инфляции, отмечают некоторые экономисты. Инфляция будет расти вместе с индексом потребительских цен. Но министр Султанов обещает, что с необоснованным ростом цен будут бороться. Я обращаюсь к предпринимателям. Там, где есть попытки необоснованного роста цен, цены в магазин должны вернуться на уровень начала прошлой недели. Если этого не произойдет, то будут применяться все необходимые имеющиеся инструменты. В том числе, как было выше сказано, в указах президента правительству предоставлена возможность введения предельных цен. Конечно же, это не рыночная крайняя мере, но это действенно будет инструмент для того, чтобы наши предприниматели понимали, что во время чрезвычайного положения необходимо обеспечивать и социальную ответственность со стороны бизнеса. Наживаться на наших гражданах в условиях такого положения мы не позволим. Правительство, в свою очередь, проводит курс на снижение налогового времени. Сегодня озвучили масштабную программу налогового стимулирования. Предлагается освободить от налога на имущество категорию наоплательщиков. Это торговые объекты, спортивные объекты, театры, выставочные объекты. Освободить от налога на имущество. Это позволит также снизить арендную плату хозяевам помещения, снизить налоговую нагрузку тем, кто сдает в аренду, пойти на понижение арендной ставки. Однако у этой меры есть и обратная сторона. Возможен рост бюджетного дефицита. Как будут покрывать дефицит, мы уже сообщали. Для этого займут миллиард долларов у России. А для того, чтобы расширить налогооблагаемую базу, предусмотрены следующие меры. Планируется значительно расширить объем финансирования, кредитования нашего бизнеса. Сейчас предлагается это финансирование увеличить до 1 триллиона тенге и расширить охват этой программы на всю экономику, включая и сферу торговли, и сферу услуг. С тем, чтобы заемщики могли под достаточно низкий процент, это именно 6% годовых, получить длинное финансирование для реализации своих проектов для начала нового бизнеса, либо для расширения действующего бизнеса. Не забыли и про тех, кто просрочил кредиты. Для физических лиц введут запрет на начисление вознаграждений при просрочке свыше 90 дней по потребительским займам. Правда, для этого граждане должны заплатить половину долга в течение года. Бауржанше Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. В Казахстане сокращены маршруты пассажирских поездов. Об этом сообщили на железнодорожном вокзале. Сейчас его сотрудники усилили санитарные меры. Между тем, некоторые пассажиры отказываются от запланированных поездок и сдают билеты. Режим чрезвычайного положения отразился на работе железнодорожного вокзала. Сейчас уже на входе дежурят сотрудники охраны в медицинских масках. Влажная уборка помещений проводится четыре раза в сутки. Применяются антисептики и дезинфекционные средства. Между тем, пассажиров на вокзале поубавилось. Движение поездов ограничено. Поезд у нас седьмой и восьмой скорый поезд с сообщением Саратов-Алмата сократил свой путь. То есть она уже с 18 марта с выездом с Алматы и с пунктом Перестой будет в Уральске и обратно отправляться. То есть она будет на сегодняшний день на Саратов не поедет. И у нас на сегодняшний день мы тоже пригородный поезд с общением у нас в Уральске Озенке. Она будет тоже следовать до станции Семиглавы Марта. Между тем, некоторые пассажиры сдают купленные билеты. В городах Казахстана отменяют свадьбы и культурно-массовые мероприятия. Юбилеи и концерты. Люди предпочитают остаться дома ради своей же безопасности. Объявлено, что режим ЧП продлится 30 дней. Но в случае необходимости он может быть продлен. Ну мы взяли заранее билеты в санаторий Сарагаш на 30 марта. Ну что-то вот как-то это неспокойно решили сдать обратно. Отметим, что ограничения на проезд с пассажирским железнодорожным транспортом стали действовать в Казахстане 16 марта. Роман Копняев, Айбулат Жигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Об этом заявил Аким областного центра Абатшин и Беков. Глава города проинформировал, что в городе ограничены деятельности торговых центров, закрыты кинотеатры и развлекательные центры. Власти призвали предпринимателей не повышать цены на продукты питания. К нарушителям будут применяться меры административного воздействия. Аким города Абатшин и Беков заявил, что супермаркеты, продуктовые рынки и магазины продолжат свою работу при соблюдении всех необходимых мер дезинфекции. При этом предприниматели обязаны выплачивать минимальную зарплату своим сотрудникам, оставшимся без работы. Сокращение рабочих мест, не ведется разговор, потому что они все тоже хозяйства, владельцы этих субъектов знают эти меры. Поэтому все это временные меры. И они все социальные обеспечения по своим рабочим персоналам, думаю, сохранят. Между тем во многих торговых точках наблюдается наплыв клиентов. Люди закупают продукты питания. При этом в магазинах исчез сахар. Вырос ценнее картофель. Почти в два раза. Сахара нет. Одни говорят, будет. Другие говорят, не будет. И в итоге, оказывается, сахар через два дня приходить. Да что это такое? А женщина говорит, что у них где-то там, в другом анбаре, там сахар есть, но он подороже. Сначала было 152, 158. Теперь, наверное, уже другая цена будет. Все владельцы торговых объектов получили уведомление о необходимости сдерживания цен на социально значимые продукты питания. Но все же сейчас спрос резко превышает предложение. Ажиотаж примерно начался неделю назад. В основном сейчас потребность идет на социальные товары. Это кондитерские изделия, мука, макароны, подсолнечное масло, сахар. Основная проблема сейчас по сахару, но сахар ожидается. Завтра уже сахар будет около 30 тонн. Представители исполнительных органов предупредили предпринимателей. За необоснованное повышение цен предусмотрен штраф в размере 100-месячных расчетных показателей. По некоторым видам социально значимых товаров есть повышение цен, как вы говорите, это по картофелю тоже. До 150 тенге в среднем на рынках подняли, а в супермарках до 130 тенге. Спекулятивные какие-то меры могут идти. Из-за этого мы выявляем эти нарушения. Если на самом деле у них сахар имеется, но они на продажу не выставляют, ждут уложения цен, то по ним будем жесткие меры принимать. Стоит отметить, что сейчас ведутся переговоры о поставках в город дефицитных продуктов питания. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Городские власти начали проводить рейды по объектам торговли. Главная цель – не допустить роста цен на социально значимые продукты питания. Но есть и еще одна проблема. В областном центре уже долгие годы функционируют стихийные рынки. Там продукты реализуют в условиях антисанитарии. Наши корреспонденты продолжат. Мониторинговая группа побывала на рынке Мерлан. Особое внимание социально значимым продуктам питания. В некоторых торговых точках предприниматели повысили цены. В Акимате отметили, что после проверки будут приняты меры. Найдется управа инобизнесменов, которые решили получить сверхприбыль в условиях чрезвычайного положения. Да, есть небольшой рост цен на картошку, на сахар. Но в основном все продукты питания первой необходимости на прилавках имеются. Большого ажиотажа не наблюдается. В этом году на создание стабилизационного фонда в области выделено порядка 350 миллионов тенге. Закуплены товары первой необходимости. Их реализация через социальные уголки магазинов и торговые киоски СПК «ГЖАИК» позволит снизить цены. У нас уже закуплено 1000 тонн муки первого сорта, 50 тонн макаронных изделий, 77 тонн мяса говядины, 10 тонн мяса, 50 тысяч литров масла под солнышко и 500 тонн картофеля. Людей тоже просят не создавать ажиотаж и не скупать продукты питания впрок. В регионе имеется достаточный запас всего необходимого. 26 тонн медицинских перчаток пытались вывезти из Казахстана в Россию. Об этом сообщили в воинской части 2029 пограничных войск КНБ Казахстана. Груз обнаружили в автомобиле марки «Интернешнл». За рулем транспортного средства находился гражданин России. Пограничники отметили, что вывоз медицинских средств индивидуальной защиты запрещен решением правительства. При досмотре автомашины, следовавшей с города Уральск в город Москва Российской Федерации, была выявлена партия латексных перчаток в количестве 3 миллиона 900 тысяч штук, оценочная стоимость которых составляет примерно 3,5 миллиона тенге. В настоящее время данный груз передан сотрудникам экспортного контроля Департамента экономических расследований по Западно-Казахстанской области. В Уральске начали обрабатывать автобусы дезинфицирующими средствами. Согласно рекомендациям, дезинфекцию должны проводить несколько раз в день. Однако, как уверяют водители, обработку они проводят после каждого рейса. Ежедневно по дорогам Уральска курсируют порядка 400 автобусов. Общественным транспортом пользуются тысячи пассажиров. Особенно в часы пик. Как правило, автобусы битком. Соблюдать дистанцию даже в один метр друг от друга просто невозможно. Чтобы не допустить распространения вируса, в автобусах стали проводить дезинфекцию. В связи с вспышкой коронавируса была введена обязательная дезинфекция в салон автобусов. Специалистами отдела пассажир транспорта проводятся на постоянной основе проверки на санитарное состояние автобусов. По вопросам на санитарное состояние и по другим вопросам можете обратиться в отдел пассажир транспорта по номеру 50 0402. Дезинфекцию проводят при помощи специальных средств, которые безопасны для самих пассажиров. Также водители и кондукторов обеспечивают индивидуальными средствами защиты. Обрабатываются поручни, сидения, окна. После отработки, когда автобус отработает, на базе полностью производится дезинфекция автобуса. Это окон, полов, потолков, дверей. Водителям выдаются ежедневно маски, одноразовые перчатки и антисептические средства. Контролировать факт выполнения работ можно при помощи видеокамер. Только установлены они еще не во всем общественном транспорте. Олег Великий, Монор Викушалиев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. А в Уральске жильцы возмущены беспорядком в посуточных квартирах. В редакцию телеканала ТДК-42 обратились жители дома, расположенного по адресу Сарамадатова, 32-2. Они заявляют, что устали от постоянного шума и драк в подъезде. Наши корреспонденты продолжат тему. Как рассказали жильцы дома, расположенного по адресу Сарамадатова, 32-2, в жилом помещении 70 квартир. 14 квартир сдаются посуточно, причем по несколько квартир на одной площадке. Их владельцы оформили жилье как индивидуальное предприятие. Сдают посуточные квартиры. В одном площадке находятся пять квартир. Один хозяин. Сейчас у нас проблема глобальная. Это распитие спиртных напитков. Лифт у нас единый. Поднимаемся с аккашами, наркоманами. Такой беспорядок жильцы дома наблюдают и днем, и ночью. Слышимость очень высокая. И вот целыми днями и ночами просто бесперебойно вот этот ор, виск. Потом, извините меня, девочки в нижнем белье выскакивают, по этажам скачут. В подъездах гадят, в туалет ходят даже. Ну, вы представляете, со всеми вытекающими, какой бардак, да? В Уральском городском управлении полиции сообщили, что сдача квартир посуточно – часто встречающаяся проблема. Но полицейские могут устранить непорядок лишь временно. Жильцы вызывают. Наша ночная поисковая группа «Сова» выезжает, собирается материал. Все лица, которые шумят ночью, привлекаются к адмодресности. В любое время суток 102 звонит, сотрудник в свое время выезжает. Обращение от жильцов дома поступило и в отдел управления ГАСК Западно-Казахстанской области. После этого в отношении владельцев посуточно сдающихся квартир была проведена проверка. По дому 32-2, сарамдата, поступало обращение жителей. Соответственно, нами была назначена гейплановая проверка. По данному факту в отношении владельцев был составлен административный материал. По статье 322, часть 1 КУАП РК. На сегодняшний день штрафы оплачены. Также по результату проверки было выдано подписание об устранении нарушений. Но так как сейчас на сегодняшний день информация не поступает пока об исполнении подписания, нами сейчас ведутся процедуры по назначению днеплановой проверки, именно по факту исполнения подписания. Стоит отметить, что получить комментарии от собственников живых помещений, посуточно сдающихся в аренду, нам не удалось. Тем временем, таких фактов очень много. Причем даже в соседних странах. Как поясняет представитель западно-казахстанского филиала Международного бюро по правам человека, даже если собственник, сдающий квартиры посуточно, зарегистрировал ИП, фактически он изменил целевое назначение жилого помещения. А этот факт, в свою очередь, может нарушить безопасность жителей дома. Ведь неизвестно, кто вообще эти квартиры посещает. Мое личное мнение, я противник того, чтобы вообще разрешать индивидуальным предпринимателям посуточно квартиры сдавать. Да, у кого-то много злия сегодня, 10-20 может быть квартир. Не запрещено законом. Но эти квартиры не должны менять целевого назначения, во-первых, раз. Во-вторых, эти квартиры должны сдаваться в аренду на долгосрочной основе, но никак не посуточно. Кому нужно посуточно, по часам, пожалуйста, для этого есть гостиница, то есть специально оборудованные организации, так их назовем, по предоставлению такого рода услуг. Они соответствуют всем требованиям – санитарным, противопожарным, экологическим и так далее. Таким образом, вопрос беспорядочной сдачи квартир посуточно необходимо решать на уровне законодательства. Тем временем, жители вышеуказанного дома намерены обращаться в суд. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Рустам Жумажев, ТДК-42. Ежегодный отчет начальника департамента западно-казахстанской полиции генерал-майора Максудхана Аблазимова пройдет в другом формате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В связи с обстановкой в стране общение с гражданами пройдет в социальной сети. Там же можно будет задать все интересующие вопросы. Отчет начальника департамента полиции на 18 марта 2020 года будет в ином формате, в прямом эфире на странице Инстаграм, поэтому с 10 до 12 часов время. Жители двухэтажного дома по адресу мясокомбинат 6 боятся остаться под руинами здания, которое уже трещит по швам. В доме 1960 года постройки никогда не было ремонта, даже косметического. Каждый день на стенах появляются новые трещины и осыпается штукатурка. Наши корреспонденты увидели все своими глазами. Раиса Жумагалиевна показывает новые трещины в своей квартире, а заодно и потолок, который на днях осыпался, да так, что видно деревянное перекрытие. Ремонт делать бессмысленно. Пенсионерка хотела заменить окно на кухне, но ее отговорили. Сказали, что при демонтаже стена может рухнуть. Добавляет проблем стройка за окном. От работающей техники весь дом трясется, говорит женщина. Как началась эта стройка, я не знаю от чего, у нас весь дом вот так вот трясется. Потолки у нас не были, вот они пошли, трещины, и там трещины. У соседей вообще штукатурка отпала, сейчас пойдем покажем. Боимся уснуть и не проснуться под крышей своего дома. Ее соседка Любовь Павловна обеспокоена тем же. В ее квартире также осыпается штукатурка. Женщина опасается, что однажды ночью потолок упадет на нее. Я сидела за навеской, что-то там вставляла, повесить. И упала, хорошо, и на голову, руку вот так вдруг. Хорошо, если все помогли убрать. Потом, да, позвала, двое насилок вынесли. Дом действительно признан аварийным. В отделе ЖКХ подтвердили, но чтобы его снести, требуется согласие всех жильцов. Люди уже давно готовы. Главное, нужно, чтобы те, кто занимается строительным бизнесом, заинтересовались домом и районом. Ведь снос аварийных домов на сегодняшний день возможен только по программе ГЧП. С начала реализации программы государственно-частного партнерства было снесено 17 аварийных домов, из них в прошлом году 6. Люди были переселены во временное жилье. На сегодняшний день вместо этих домов построено и введено в эксплуатацию 6 домов. Ведется строительство еще двух многоквартирных жилых домов. К слову сказать, на сегодняшний день в Уральске насчитывается 41 аварийный и более 200 ветхих домов. А жители этой аварийной двухэтажки, как сказали в ЖКХ, могут сами поискать заинтересованных лиц. Да только активных среди жильцов нет – пенсионеры, деквартиранты. Остается только надеяться, что застройщики найдутся сами и в самое ближайшее время. Ведь беда может случиться в любой момент. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, Телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. Для вас работает информационная служба новостей телеканала ТДК-42. Мы всегда рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова